всем доброго доброго времени суток наши уважаемые зрители наши дорогие подписчики наша любимая большая семья всем всем большой привет мальчики и девочки от никуси ваша любимица он там где-то вот она пронеслась луночки естественно голос за кадром по поле всем большой привет сегодня у нас 24 24 марта на улице и мы рады вас приветствовать на канале папа валеры в рубрике поздравлений с днем рождения ой как там уже проходили это я говорил о том что у нас бывают какие-то непонятные задержки с сообщениями которые приходят и одно из таких сообщений мы не увидели вовремя и выпустили вчера ролик без поздравления стёпы стёпочка ты наш маленький герой мы поздравляем тебя с днем рождения вот от этой маленькой девочки она и вот от этой маленькой девочки и пожелаем тебе теперь наверное уже подарили много много подарков да наверное дали много вкусностей людмила из города ангарс написала что у стёп день рождения ему исполнилось три года и вот это маленькое веселье стёпа для тебя мы с девочками говорили они сейчас должны что-то такое хорошее сделать вот и передайте стёпе привет давайте скатилась не успел заснять стёпочка с днем рождения тебя вот от этих маленьких девчонок вот таких озорных единственного у меня просьба к тебе стёп не катайся на занавесках хорошо это опасно вот я их тоже ругал каждый раз чтоб они на занавесках не катались и ты не катайся с днем рождения поздравляем стёпу а еще а еще мы хотим сегодня поздравить мы хотим поздравить нашу девочку которая тоже исполнил сегодня день рождения и это татьяна а печенька насколько я понимаю татьяна как мы поняли вы проживаете в казахстане это очень приятно очень приятно что нас смотрят и к нам как этим девчонкам просто полюбили со всех уголков концов земли мы поздравляем вас с вашим днем рождения и пожелаем вам самое ценное что для вас есть насколько я понимаю это ваша семья я вам пожелаю чтобы вы всегда чувствовали до в поддержке которую оказывает ваша семья вы чувствовали вот эти крылья крылья любви на которую вам вам хотелось бы порхать летать делать что-то что-то невероятное для своей семьи мы бы мы мы желаем вам чтоб ваше дыхание никогда не прекращалось а чтобы ваша семья в каком плане что ваша семья всегда вас вдохновляла и чтобы ваша семья всегда вас сподвигала на какие-то великие действия мы пожелаем вам чтобы смысл смысл жизни который заложен в вашей семье никогда не потерялся мы желаем счастья мы желаем вам здоровья мы пожелаем вам всех всех благ а еще мы прочитали что у вас с вашей дочерью правильно я понимаю что и у вашей дочери также есть сегодняшний день рождения мы поздравим и вашу дочь и пожелаем вам все тоже что я сказал уже выше и дочь татьяны я знаю что мама гордится вами мама любит вас и я вам пожелаю всегда всегда испытывать это эту любовь я вам пожелаю чтобы знаете как чтобы эта любовь была она настолько велика чтобы даже вот как сейчас вот эти вот маленькие разбирают всю крышу этого строения и им сейчас показа это ничего не будет я думаю что тоже потом ничего не будет а просто поменяется что бы вам не прилетала за вашим какие-нибудь кавер за которые вы будете творить сейчас секундочку отлучусь отвлекусь девочки луна луна ты воспользовалась моментом пока я поздравляю дочь татьяны это я даже уже туда не вмешиваюсь я знаю что это произойдет и лучше пусть здесь произойдет чем потом они переместить некий вот тебе обязательно обезьянничать надо и повторять за ней а маленькая еще не понимает ничего что упадет а ты упадешь точно да рассказал тоже татьяна и ваша дочь мы поздравляем вас с днем вашего рождения счастья любви радости достатка во всем и чтобы всегда всегда на ваших лицах были тоже лишь улыбки вот больше к сожалению нам сегодня никто не написал у кого день рождения и мы поздравляем всех всех абсолютно у кого сегодня день рождения с вашим днем рождения потому что больше чем уверен не знаю вас мы об этом уверен что своей жизнью вы вы сделали этот мир счастливый вы сделали этот мир прекрасный и также у кого сегодня именины мальчики и девочки с праздником имени вашего вот такого же веселья задорного вот такого же хорошего настроения если бы я здесь не стоял ты на кого бы прыгала хозяйка в доме вот относительно событий которые сегодняшние дни происходят мальчики и девочки да как бы не прискорбно это было но нужно отметить что сегодня день межнационального траура в россии после произошедших событий которые произошли позавчера ночью в крокус сити это очень прискорбно еще раз и еще раз наши соболезнования потерявшим своих близких родных в этой трагедии наше сочувствие всем тем кто кому просто не повезло оказаться в том месте и увидеть это все своими глазами мальчики и девочки я чуть выше сказал что нас полюбили вот этих девочек полюбили из разных краев земли из разных государств с разных уголков земли и говоря вот эти слова поддержки говоря вчерашние слова мы хотим поддержать все тех людей кому необходима эта помощь потому что я знаю что такие люди которые оказались в том месте есть и среди нас и одна из такая наша наша постоянная любимая девочка камень я не знаю это татьяна на ее ник татьяна на алохина и вот что она пишет спасибо папа валера у вас все замечательно и меня радует мы там были и это страшно простите я плачу смотрю на ваших девчуль так хочется кому-то прижаться и выплакаться это страшно это страшно поэтому я видел под вчерашним постом под вчерашним роликом как начинают опять же использовать нашу площадку для того чтобы донести какую-то свою какую-то свою пропаганду мальчики девочки для нас лично для меня давайте сделаем на это так будет проще на и правильно для меня нет разницы между детьми которые погибли в сирии которые погибли в ливии которые погибли в раме на украине в россии нету для меня нет разницы между жизнями между жизнями в азии между жизнями в европе америки Они все ценные, они все драгоценные. И что мы делаем на этом канале? Мы просто делимся радостью, любовью. И с каждым разом мы призываем к тому, чтобы каждый из нас просто начал работу с себя. Мы вас веселим, мы вас радуем. Но есть люди, которые заходят и пытаются вот эту радость, это веселье, они пытаются отравить. Что мы делаем на нашем канале? Сейчас покажу, не успел. Что мы делаем на нашем канале? Мы просто веселим, мы просто вносим какую-то долю позитива в этот жизненный хаос, который окружает нас на сегодняшний день, который заставляет нас все больше и больше огорчаться и думать о чем-то плохом. Мы вам показываем, как можно жить, наслаждаясь жизнью. Поэтому, пожалуйста, еще и еще раз я прошу, не используйте наш канал, не используйте наш канал, не используйте как агитационные площадки. Я не хочу с вами прощаться. Но если понадобится, мы поставим вас в бану, в блок. Это мое право, и мы это сделаем. Что же касается, также были комментарии вчера относительно того, что происходит. Да, чтобы вы поняли правильно, я и отвлекся немного. Для меня нет разницы в том, что эта жизнь, и она драгоценна, она ценна. Что среди взрослых, что и среди детей. И даже среди вот этих маленьких девчонок, которые вот сейчас между собой веселятся. И если бы, да, прочитал ваши комментарии, было мальчики и девочки. Все те, кто знают, ну извините, это уже мое, мое от папы Валеры. Это, я их называю диванными критиками, которые очень много проводят времени в интернете, которые все знают, от которых ничего не скроешь. Потому что они все знайки. Я хочу вам сказать одно. Слышите эти звуки? Это означает звук довольства. И кто-то сожалеет о том, что луночке достается. Не переживайте. Луночке, если надо будет, она так отметелит эту. Не кушу, что мало не покажется. И если бы ей не нравилось, она от нее убегала. А сейчас она, посмотрите, что делает. А то, что они трутся друг об друга, это нормально. Это естественно. По той причине, что они ставят свои метки. Поэтому давайте так. Мы вам показываем. Вы смотрите, вы наслаждаетесь всем тем, что видите. А кому не нравится, ну не будьте вот... Что-то меня на анекдоты потянуло. Знаете, такой анекдот есть. Немножечко нецензурный. И я постараюсь его как-то мягко рассказать. На Новый год Мария Ивановна спрашивает. Леночка, кем ты будешь на Новый год? Она говорит, я буду снежиночкой. Я оденусь во все белое. Приду, буду радовать вас. Ванечка, а ты кем будешь? А я буду... Мишка, ага, это денусь, а и буду тоже ходить и добрым мишкой там, развлекать вас. Ну и всех спрашивает. А ты, Волочка, кем будешь? А он говорит, а я оденусь во все коричневое. Анекдот? И Луна, которая камеру перевернула. Мария Ивановна спрашивает. Ловочка, а ты кем будешь? А говорит, вы оденусь во все коричневое. А говорит, зачем? И буду, говорит, какашкой. Приду и обосру всем вам. Вот, извиняюсь за вот это вот. Может быть, недостойно было вам слышать, но это жизнь. И это относится к диванным критикам. Ребят, если вам не нравится, ну, не заходите, не смотрите. И не портите настроение тому, кому нравится. Поэтому мой к вам вот такой призыв. Заканчивайте творить ересь на нашем канале. Окей? Мы надеемся на то, что все же наши добрые видео смогут изменить ваши сердца. Потому что это, знаете как, это трагично иметь такую жизнь, когда ты живешь и все, что ты видишь, оно выступает в негативе. Я же понимаю, что оставляя негативные образы, комментарии у нас, эти негативные образы у вас просто вас преследуют по жизни. И также вы везде это делаете. Измените свое сердце, измените свою жизнь. И я думаю, вам это будет. Вам это понравится. Мне трудно говорить на такие серьезные темы, когда тем более они прыгают. Потому что это из области такой, философии, наставления, даваучения. Но как вам не обратиться, если вы не даете покоя другим, которые сидят, наслаждаются, смотрят. Вот такое у нас какое-то сегодня странное сообщение, обращение. Не планировал, честно скажу, не планировал это говорить, но сказал. А еще самое главное, что я о чем забыл сказать. Забыл сказать о том, что какие сегодня у нас события в этом дне. Сегодня, мальчики, девочки, день рождения паровоза. 222 года назад создали паровоз, который родился и повез куда-то кого-то. И мы надеемся то, что мы найдем свой паровоз и приедем ко всем к вам в гости. Будем наслаждаться общением, чаепитием с вами. И эти девчонки порадуют вас лично со своим присутствием. Если получится такой, не колуна сделать паровоз, то мы с удовольствием это сделаем. Хотя уже самолеты есть, может, на самолете прилетим. Сегодня международный день борьбы с депрессией. Вот всех призываю сегодня просто посмотреть на нас, порадоваться. И отлучиться от каких-либо дурных мыслей. Откуда берется депрессия? Депрессия берется от того, что сначала у тебя лезут в голову какие-то неправильные мысли. Когда просто, знаете как, ты думаешь о чем-то и находишь подтверждение о своей неправоте. А неправота в том, что жизнь прекрасна. Ей надо жить, ей надо наслаждаться. Вот, поэтому мы призываем вас посмотреть на наше веселье, посмотреть на то, как мы прыгаем, бегаем и насладиться этой жизнью. Вот, как-то так. Что еще сегодня? Сегодня день пробуждения медведя. И я хочу поздравить всех, всех девочек, которые работают мастерами маникюра, потому что сегодня их праздник. Вот такое событие в этом день. Вот, как-то так получилось. Мальчики, девочки, я надеюсь, что не очень сильно вас как-то оскорбил или обидел. Если что-то сказал неправильно, извините, конечно же, но это мое право. И что касается сегодняшнего слова, давайте мы напишем, наверное, маникюр. Вот такое прекрасное слово, пусть будет. Кто досмотрит ролик до конца, нам будет приятно. И что еще хочу сказать? Я хочу сказать, что давайте поддержим Татьяну Наолухину, чинник Татьяны Наолухина. Тем самым нашими добрыми словами любви. Потому что кое-кто сейчас поддержится. Поппи, ты зачем это делаешь? Вот ты зачем это делаешь? Скажи, пожалуйста, ты уже один костюм порвала. И ты хочешь еще один костюм порвать? Аферистка ты! Давайте поддержим ее нашими словами внимания, любви. Потому что я бы не хотел никого представить из того, кто нас смотрит, слышит. А там, в том месте... Ты специально это делаешь, да? Ники! Ники! Вот вам позитив. Вот вам жесткое. Смотрите, что она делает. Она специально себя одевает на эти ручки, чтобы... Чтобы... Не знаю, чтобы что. Чтобы досадить меня, наверное. Ники, я тебя сейчас поймаю. Я тебя сейчас поймаю, а! Смотрите. Ники, я записываю. Я не просто вижу, я записываю. Слышь, мне по барабану будет сейчас этот костюм. Пусть он порвется, но ты зависнешь и будешь висеть. А мы с Луной пойдем. Все, пойдем, Луночка, пошли. Пошли. А, ты умеешь сама это все делать? Ах ты, аферистка маленькая. Мальчики, девочки, мы с вами попрощаемся. Я готовлю спецвыпуск. Пожалуйста, следите за нашим каналом. Спецвыпуск на тему очень интересный. Я думаю, вам понравится. В которой будет поднята очень острая тема. Не знаю, когда он выйдет. Выдет сегодня или завтра, но он обязательно выйдет. Поэтому, кто не подписался еще, подписывайтесь. Ставьте лайки, как говорят. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить этот спецвыпуск. Пока-пока, Ники. Я уже, видишь, ключ вставил. Я собрался реально уходить и прощаться со всеми. Аферистка ты маленькая. Как здесь не улыбнуться? Все. Мы так затянули ваше внимание. Пока-пока, наши дорогие. И до встречи завтра здесь, на этом канале. В рубрике поздравлений от папы Валеры, Ники и Луночки. Еще раз делаешь, я точно уйду без тебя. Вот пока ты повиснешь и зависнешь там, я уйду, Ники. Я тебя предупреждаю. Ты поняла меня? Иди сюда, я с тобой поговорю. Давай еще раз. Еще раз давай. И все, гудбай тогда. И не забываем про слово маникюр. Всем пока-пока. Скажите пока-пока.